Вот, мои дорогие друзья, мы находимся напротив панорамы Снегарской битвы и мельницы разрушены. Прямо перед моими глазами находится дом Павлова. Это крайняя точка, до которой дошли войска немецкой армии. Здесь, собственно, начался поворот в Великой Отечественной войне. И это самое важное здание в этом городе, я имею в виду мельницы, которые сзади меня. Потому что дом Павлова, он все-таки живой. Сейчас там живут люди, я сейчас вам покажу его. Смотрите внимательно. Дом Павлова, это обычный жилой дом, который расположен перед площадью Ленина. То есть там такое полукружие и находится такая площадь полукруглая. И там находятся огромные линии, которые указывают на католическую церковь, Благоградскую. Ну, никто не знает, что она там находится. И когда я шел на службу, на наши общины, я не воспринимал ее как католическую церковь, потому что я русский человек. И для меня это была просто община русских людей, которые собрались вместе и им хорошо между собой. Я никогда не воспринимал ее как какой-то чуждый элемент, который создан для специальных папок, хочет разрушить Советский Союз, уничтожить. Это все бред, который несут неумные люди, типа Дугина. Ну, хорошо, Дугин умный человек, да. Ну, люди, которые там... Мне даже примеры не приходят в голову, кого назвать неумным. Ну, может быть, не буду называть, а то вы сейчас обидитесь. Кажется, что я подумываю. И я шел на эти службы. Даже это были не службы, а это были встречи шикарных людей, которые до сих пор мои друзья, близкие. Даже когда мы с ними поссорились по поводу украинского сепаратизма, я все равно остаюсь им братьями. И мы до сих пор переписываемся на христианские темы там. Хотя я тоже бросил церковь там. Ну, вы знаете, что я ушел из католиков. И мне все равно интересны эти люди, потому что... Какой бы церковь ты ни представлял, и где бы, в какой бы стране ты ни жил, ты остаешься человеком. И самое важное, это то, что, когда ты говоришь другому, ну вот, брат, слушай, ну, я, честно говорю, я согрешил перед тобой, и мне очень горько, что у нас с тобой по разные стороны баррикад. Ну, ты же прости меня, я же дурачок. Ну, и ты тоже не совсем умный, что со мной поссорился. А, и знаете, у меня потрясающее такое впечатление, а не в Катхамнате, где я, ну, о нем я постоянно вам говорю, вы просто уже замучились слушать меня об этом. Самое потрясающее, это как просить прощения у другого человека. И, видите, как у нас обычно наши люди просят прощения у другого человека? Да никак. Ну, то есть, максимум, ну, извини, там, ну, ты знаешь, ну, скорее всего, это ты виноват, а не я. А вот некоторые у меня, они такие, они друг другу относятся с нежностью и всегда просят прощения наедине. То есть, они говорят, ну, слушай, ну, такая фигня со мной случилась, я сошел с ума, и у меня возникло помутнение. И никогда, никогда не говорят, что виноват дьявол. Потому что люди, которые говорят, что виноват во всем дьявол, это просто олени просто. Я вам говорю, это олени. Во всем виноват человек. То есть, человек делает выбор какой-то. И он говорит, ну, давайте сегодня будем убивать русских. Ну, давайте, хорошая тема. Или давайте проклинать украинцев. Они же все дураки, сведомые, там, и так далее. О, хорошая тема. Они же сало объелись. Или, например, ну, это такая болезненная тема для русских. Пойдемте чурок убивать. И все это выглядит очень некрасиво, потому что, ну, конечно, это прекрасно выглядит, когда ты говоришь, что нужно защищать свою нацию, потому что вот русские, они находятся в нашей канализации, на самом дне общества. Надо защищать русских. А как их можно защищать? Надо убивать таджиков или там других черкобесов. А на самом деле дело не в этом. Русские могут взять власть по-другому. Как они это сделают? Это вопрос очень интересный. И вам его не скажу. То есть вы сами можете ответить на этот вопрос с большей способностью. Лучше, чем я. Ну, вот с вами был Сергей Фейфов. Я вас всех люблю, обожаю. И надеюсь, что вы не посмотрите это видео до конца.